Сергей Валерьевич, известный факт, что и на прошлых соревнованиях, особенно на сенних, в Москве объявили о том, что к федерации гребли на байдарках экономии примкнет новый вид гребли. Это гребли на досках, на досках сапсерфов. Скажите, пожалуйста, как в Саратовской Федерации планируется развивать это направление? И понятно, что это, конечно же, в первую очередь традиционно ваша тема – это дети, но это же уже сап, уже интересуется этим и занимается взрослый. Да, согласен, очень-очень большую популярность сейчас этот вид в мире, так скажем, набирает, потому что очень доступный. Особых каких-то определенных навыков не надо. В кануе, в байдарке, перед тем как сесть, то есть несколько ступеней, дети подготовки, ну так скажем, проходят, потому что очень сложно именно держать равновесие, поймать вот этот баланс, потому что лодки узкие. Сапы – это доска, доска, ну так скажем, да, если сильно не придираться, обычная доска для серфинга и удлиненное весло, длинное весло, чтобы гребец стоит в положении стоя и гребет веслом. Я знаю вот первый раз, так скажем, наиболее близко, и я узнал об этом виде, когда был в гостях у наших друзей в городе Владивостоке. Там, кстати, очень именно такое направление гребли, как гребли в лодках дракон, и на сапах очень-очень сильно развивается. Ребята сами выезжают, так скажем, на соревнованиях, у них даже есть такие вот многодневки такие океанские проводятся, в том числе и на океанских байдарках, и на океанских канои. То есть этот вид вообще, ну как бы в целом очень, ну так скажем, очень сильно представлен, очень много людей, прежде всего, конечно же, любителей именно им развивается. Как развивается в Саратовской области? Ну так скажем, пока никак. Все-таки мы, так как школа областная и школа олимпийского резерва, мы, конечно, наиболее сосредоточены именно на подготовке, ну так скажем, олимпийских видов. В рамках федерации мы вот сейчас, так скажем, оказываем всестороннюю помощь. По гребле в лодках дракон у нас занимается развитием, в частности, это клуб Покровский дракон. То есть они сконцентрированы. Мы здесь, так скажем, больше делом, советом, где-то какие-то соревнования, организовать, даже как бы люди, которые обращаются за помощью, провести какой-то корпоратив. То есть мы их направляем, даем контакты этого, нашего замечательного клуба. Тем более мы находимся территориально на одном озере, на озере Сазанка. То, что касается САПов, у нас сейчас, в принципе, тоже набирает обороты, но, наверное, не так сильно, как во всем мире, как в Москве. Где-то САПы у нас представлены такими же энтузиастными любителями, даже причем люди вообще никогда греблей не занимались. А этот вид у нас представлен, ну так скажем, в парке развлечений, отдельных каких-то загородных клубов, отдельных туристических баз. Да, люди там на Волге как раз гребут. Ну, даже условия, так скажем, когда дует сильный ветер, они приближены к океанским. Потому что, наверное, все-таки это такой вид на спокойной воде не совсем, наверное, интересно. Мне так кажется грести. По крайней мере, мне вот. Если мы коснулись Дракона, то весь интернет наблюдал с удовольствием, как и там с восхищением, может быть, как появился проект, попытка собрать денег от частных инвесторов в интернете буквально на новую лодку Дракон. Вот эта история чем закончилась? Получилось ли собрать денег и все-таки купить еще одну лодку на данный момент? Ну, насколько я знаю, да, ребята приобрели их за свой счет. Сейчас у нас в Саратове две десятиместных лодки. Ну, а попытки собрать деньги не только на лодки Дракон, то есть и на обычные лодки, и на проведение соревнований, и на командирование наших спортсменов, они, ну, как бы, постоянно, постоянно мы этим занимаемся. То есть, большое спасибо, да, людям, которые откликаются. Это и родители, и ветераны нашего замечательного вида спорта. И даже, я скажу, есть люди, которые никогда греблей не занимались, ну, так скажем, проник. Часто, часто, да, проникаются, прежде всего, именно детским спортом. Очень, очень, как бы, много помогают нам, прежде всего, в проведении соревнований, которые проходят у нас в рамках нашего областного календаря. Хорошо. Хотелось бы еще пару слов сказать именно про ветеранское движение наше. У нас есть замечательные соревнования, проводятся они у нас в сентябре. Тоже соревнования уже, ну, я не знаю, лет 30-40, наверное, точно уже проводятся. Это чемпионат Саровской области среди ветеранов. Также мы ветеранов собираем, так скажем, централизованно на День Победы. Тоже они приходят, и это очень важно. Главное, потому, чтобы наши дети, наши будущие чемпионы, гребцы, видели вот эту вот преемственность поколения. И, конечно же, когда говорят не только о спорте, а еще о победе, о тех подвигах, которые совершили в то время наши деды и прадеды, я считаю это очень важно и со спортивной точки зрения, и со точки зрения воспитания патриотизма, патриотических чувств у детей. Потому что, конечно же, спорт и победа вообще, ну, так скажем, слова-синонимы. Каждый спортсмен знает, что такое победа. Ведь каждый из нас когда-то стоял на педестале почета. Ну, следующий вопрос у меня связан с развитием гребли на байдарках и каноэ в Саратовской области. Понятно, что регион очень богат водными ресурсами и как раз таки удобными для развития именно такого вида... Для развития, для подготовки. Сейчас у нас гребли на байдарках и каноэ в области представлены в двух школах. Это областная школа, в которой занимается 596 спортсменов, если я не ошибаюсь. И есть отделение в детской юношкой спортивной школе в городе Энгельсе. Там занимается порядка 186 детей, да. То есть, ну, примерно около 800 детей у нас занимаются в области. Были попытки, и мы их, в принципе, и продолжаем, чтобы гребли развивалась у нас не только в нашем областном центре, а также развивалась и в других городах. У нас есть замечательный город Балакова. Года 4 назад я встречался с руководством, но тогда, ну, немножко, так скажем, не срослось, не получилось. Где-то, может быть, недопонимание, где-то, может быть, наверное, надо было немножко по настойчивее нам действовать. Но тут еще вопрос, самое главное состоит в том, не чтобы открыть, а чтобы действительно это работало. И прежде всего нужен тренерский состав, нужны тренеры готовые, ну, так скажем, уехать там из Саратова, из Энгельса, это переехать в Балаково, в Вольск, именно, в Хвалынск, в другие города нашего региона. То есть, хотелось бы, чтобы в муниципальных районах тоже с этой стороны нам пошли навстречу и предоставили какие-то условия. Прежде всего, конечно же, встанет вопрос для тренера, это по жилью, по проживанию. Конечно же, если будет какая-то программа у нас централизованная, наша областная, по поддержке, там, тренеров, потому что я знаю, вот, по медицинской линии у них очень хорошая программа «Сельский доктор». То есть, когда врач приезжает работать в муниципальный район, ему предоставляют жилье. Ну, и то есть, какие-то там денежные суммы, как подъемные, даются. То есть, очень хорошая программа, она действительно работает и, конечно же, дает именно развитию медицины именно в сельской местности. Также, я думаю, если бы это в плане спорта у нас программа такая же была, работала, было бы очень здорово. Так, попытки мы делаем, и мы их не перестанем делать. Вот, это наша работа, мы, я личный, и вообще вся федерация, мы заинтересованы, чтобы гребля у нас развивалась, чтобы больше, все больше и больше наших воспитанников восходили на пьедесталы не только первенств и чемпионатов России, но и международных соревнований. Потому что у нас очень хорошая традиция в этом плане, и на чемпионате Европы в 2016 году в чешском городе Рачицы проходил. В сборной России было представлено 6 саратовских спортсменов, и даже не саратовских, а енгельских, из города Енгельс. Поэтому это о чем-то говорит. Сейчас у нас в составе основной сборной России два спортсмена. Результат неплохой, но нам есть к чему стремиться. Когда были конкретно в Енгельсе на вашей базе, увидели там, что тренируются дети, ну скажем так, не характерного возраста. То есть обычно, если в секцию гребли берут детей 10 и старше лет, то мы увидели вообще крошек, и с ними занимаются и греблей. Ну не таких крошек, а с 7 до 10 лет, да, они у нас проходят, так скажем, подготовку на базе вот этого вот спортивного клуба «Покровский дракон». Они действуют как самостоятельное юридическое лицо. Первые шаги мы делали еще с моим братом, с Панковым Иваном Геннадьевичем. Это в 33-й школе открыли, так скажем, отделение гребли, набрали как раз туда детей. Сделали это, ну как бы, на базе нашей федерации, заключили соответствующие договоры, набрали детей. С первого класса сделали презентацию, пришло очень много детей. Сейчас это, ну так скажем, это же отделение, оно уже работает на базе вот отдельного юридического лица, то есть спортивного клуба «Покровский дракон». То есть детям нравится, дети ходят с удовольствием, и родители участвуют как и в жизни детей, так и в жизни и нашей школы, и федерации в том числе. Так что развивается… То есть эксперимент с более младшими детьми, он получается удачно? Ну то есть дети, дети… Удачно? Да, я считаю, да. Потому что дети, достигнув именно вот этого барьера десятилетнего, они уже в спорт и в греблю в том числе, они уже будут приходить и приходят уже подготовленные. Они знают, как держать весло, что такое вообще гребля. И чем хорош наш вид спорта? То, что мы тренируемся, в принципе, для развития разных качеств, для, ну так скажем, чтобы держать лучшее равновесие, да, наши спортсмены… В программу, так скажем, нашей подготовки включены все игровые виды спорта. И футбол, и волейбол, и баскетбол. У нас также очень хорошая силовая подготовка – это зал силовой подготовки. Также мы и бегаем, и бегаем на лыжах, и обязательно плаваем в бассейне, потому что по тех безопасностям ребенок должен уметь плавать. И тренировки у нас, ну так скажем, в бассейне такой носят тоже больше аэробный характер. То есть они у нас включены в зимнее время. Летом, конечно же, это вода, это специальная подготовка уже, там у нас соревнования идут, сезон. Ну и в зал также наши спортсмены, именно чтобы силу не терять на протяжении всего длинного сезона. Спортсмены постоянно ходят в зал, тренируются. Второй вопрос, который имел бурное развитие, собственно говоря, по всей стране, и гребли коснулся в том числе – это паралимпийские виды спорта. Это, собственно говоря, понятно, что речь идет о спортсменах, у которых есть какие-то ограничения по опорно-двигательному аппарату и так далее. В свое время было много разговоров во всей стране, в том числе и в Саратове, что это направление будет развиваться и будет открыто. На данный момент… А не сейчас, да, ну, во-первых, для того, чтобы этот вид развивался, первое – это что надо, в принципе, тренер-то у нас готовый работать, первое – то, что надо – это инвентарь и люди, которые бы гребли. Инвентарь очень дорогостоящий, пока мы не в состоянии приобрести такой инвентарь. Но и само место тренировок, база наша, она, конечно же, немножко не соответствует требованиям для того, чтобы тренировались, ну, как бы, тренировались люди вот отдельной категории по адаптивному спорту. То есть, да, в этом направлении будем развиваться. Все-таки мы мечтаем, я думаю, эта мечта не за горами, что у нас появится современная новая база, которая будет даже не база, а современный грибной канал, который будет соответствовать всем требованиям. Потому что сейчас для требований, чтобы проводились соревнования, включенные в единый календарный план Минспорта России, требования очень и очень, как бы, серьезные и очень ужесточаются. Такой же будет у нас грибной канал, как и нет. Ну, конечно же, в Москве это вообще грандиозно, один из лучших, наверное, каналов грибных в мире. Но что-то такое, как вот в Казани очень хороший канал, в Краснодаре очень хорошая современная база. Поэтому, почему бы и нет, я думаю, и такое направление, как адаптивный спорт у нас тоже когда-нибудь будет развиваться. Понятно. Еще один вопрос, очень такой, связанный как раз таки с тренерским составом. Понятно, что самые квалифицированные и ценные специалисты, они, как правило, тяготеют проживать в центрах. Ну, это областные центры и так далее. Видим на примере Московской области, Москвы, что в этих городах есть, в Бронницах, в Москве, есть училища Олимпийского резерва, в которых дети обучаются, получают среднее образование по специальной программе и два раза в день, грубо говоря, тренируются. есть ли такие проекты в городе, город с большим педагогическим коллективом, с опытным, наверняка и баз учебных можно организовать довольно-таки много. То есть, есть ли в планах у Федерации Саратовской открыть училища Олимпийского резерва по образцу? Да, немножко, наверное, оно далековато находится вообще от центра Саратова. Немножко проблематично туда сейчас стало добираться, но тем не менее, зато у училища Олимпийского резерва наконец-то появилась своя материально-техническая база. Они сейчас находятся, ну так скажем, в отдельном корпусе. У них есть спортзалы, у них есть залы силовой подготовки, есть учебные классы, где наши будущие чемпионы и учатся. В том числе и наши гребцы там же учатся. Я сам выпускник областного училища Олимпийского резерва. Да, если это училище, так скажем, имеет статус, так скажем, федерального и рассчитано на большее количество мест, в том числе и проживание, это вообще, конечно же, это будет здорово, потому что именно вот спортсмены из муниципальных районов, у них появится возможность как раз вот приезжать уже в Саратов и тренироваться, так скажем, в более лучших, в более комфортных условиях. Ну, в принципе, в принципе, у нас в муниципальных районах сейчас, так скажем, в некоторых не во всех, но в некоторых есть по отдельным видам спорта, есть и создаются условия для занятий боксом строится, есть программа по строительству бассейнов при, так скажем, при вузах, есть программа по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов, то есть программы работают. Делается много, но впереди надо сделать еще больше, чтобы сделать какой-то шаг вперед, какой-то прорыв, он обязательно нужен. Спасибо.